всем привет вы на моем канале сметанка вяжет спицами меня зовут настя и в этом видео я покажу как вязать вот этот узор называется он гиацинт поворотными рядами как он вяжется по кругу смотрите предыдущее видео там я вижу шапку таким узором заодно можно посмотреть как он вяжется по кругу оставлю ссылку под видео из кому нужно заходите смотрите для этого узора нам потребуется дополнительная спица и так раппорт узора состоит из 10 петель и 4 рядов тут на спице я набрала 35 петель это 3 раппорта плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные вяжем первый ряд 1 кромочную всегда снимаем не провязывая последний вяжем изнаночный вяжем 1 раппорт 3 изнаночные дальше вяжем 32 лицевые и следующий лицевой нужно провязать 3 петли 1 2 3 1 лицевая и снова из одной петли провязываем 3 1 2 3 снова 2 лицевые провязали первый раппорт и 2 и так далее раппорт повторяется повторим 3 изнаночные 2 лицевые дальше из одной лицевой вывязываем 3 1 делаем накид 3 1 лицевая и снова из лицевой вывязываем 3 1 накид 3 2 лицевые так далее повторяем до конца ряда 2 изнаночный ряд кромочную снимаем вяжем 3 лицевые 1 2 3 провязали 3 лицевые дальше вяжем 2 изнаночные 1 2 дальше 7 петель снимаем не провязываем не провязывая нить перед работой 1 2 3 4 5 6 7 2 изнаночные провязали 1 раппорт далее повторяем 3 лицевые 2 изнаночные 1 2 7 петель снимаем не провязывая нить перед работой 3 4 5 6 7 2 изнаночные и так далее повторяем до конца ряда вяжем 3 ряд раппорта для этого нам потребуется дополнительная спица вяжем первую кромочную снимаем вяжем 3 изнаночные 1 2 3 дальше дальше берем дополнительную спицу 2 петли снимаем и оставляем за работой следующие 3 петли которым его ввязывали из одной петли мы их провязываем вместе одной лицевой за заднюю стенку вот таким образом дальше возвращаем с левой с дополнительной спицы на левую 2 снятые петли вернули вяжем эти 2 снятые петли лицевые даже одна лицевая снова берем дополнительную спицу снимаем на дополнительную спицу 3 петли оставляем их перед работой дальше вяжем 2 лицевые 3 петли возвращаем на левую спицу вяжем их вместе одной петлей провязали первый раппорт дальше все повторяется 3 изнаночные тут покажу как я вижу без дополнительной спицы первые первое перекрещивание значит снимаем 2 петли надо по на правую спицу рабочий нить перед работой вяжем 3 из 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку провязали теперь возвращаем на левую спицу 2 снятые петли вернули вяжем их лицевыми 1 лицевая вот тут у меня такой способ не пройдет мне неудобно поэтому беру все-таки дополнительную спицу оставляю перед работой вижу 2 лицевые возвращаю 3 петли на белую спицу вижу их вместе все мы провязали второй раппорт и так далее повторяем до конца ряда и четвертый последний ряд раппорту дальше все повторяется этот ряд мы вяжем следующим образом кромочную снимаем 3 лицевые 1 2 3 дальше вяжем 3 изнаночные 1 2 3 дальше рабочий нить перед работой снимаем не провязывая изнаночную петлю снова 3 изнаночные провязали 1 раппорт 2 раппорт повторяем 3 лицевые 3 изнаночные изнаночную петлю снять не провязывая рабочий перед работой 3 изнаночные провязали 2 раппорт и так далее повторяем до конца ряда вот так вот несложно вяжется такой эффектный объемный узор надеюсь мое видео вам было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока